Продолжается вечер субботы и все-таки нужно замариновать горбушу, чтобы на завтра, на утро она уже была готова. Поэтому мне понадобится 1,5 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки соли. Это и все приправы, которые я сегодня буду использовать для горбуши. Еще я пробовала также добавлять в соль с сахаром перчик черный молотый, очень неплохо получается. И если не перец, то можно добавлять кориандр, она получается такого пряного посола. Обрезаю у горбуши все плавники, естественно ее перед этим помыла и вычистила, остатки могут быть в животике пленки. Теперь разрезаю по хребту. Одна сторона горбуши получается полностью филейная, только нужно вытянуть кости ребер. А другая сторона получается с хребтом. Не буду вырезать хребет, прям для любителей пооблизывать косточки. После того, как съел рыбку, тоже получается нормально. Разделяю ее пополам теперь, чтобы она влезла в судочек, одну и вторую часть. Можно не разделять, если судочек большого размера. У меня лоточек небольшого размера. На дно лоточка посыпаю соль, сахар перемешанное. Теперь укладываю в горбушу кусочек и сверху посыпаю приправой, так сказать. И так вот проделываю с каждым кусочком. И в принципе на этом вся мариновка горбуши закончилась. Ее нужно теперь отправить в прохладное место. Ну я это ставлю ее в холодильник. И все, и подождать до утра. Утром она пустит сок, весь соль, сахар растворится. Промывать не обязательно. Можно кушать. Доброе утро. У нас сегодня оно солнечное и теплое. Вот даже в футболках хожу. Прям не верится. 17 сегодня сентября. И такая теплота. Это очень не свойственно для нашего Харькова. Так, а я иду. Взяла ведерко. Иду в погреб набирать картошки. И сейчас будем готовить картошку. Ой, как она? По-селянски. И кушать с той рыбкой, которую вчера засолила. Какая-то я сегодня как помятая. Потому что вчера день такой был насыщенный. Устала. Ну вроде бы как отдохнула. Но хорошо, что это сделала вчера. Всю эту уборку. Потому что сегодня было бы завтра утром. Вернее в таком состоянии. А завтра в понедельник. В понедельник нельзя быть. Так, и иду в погреб. Сейчас покажу вам наши запасы. У нас такой большой походной погреб. Такие большие ступеньки. И вот наши запасы. Я пришла вообще за картошкой. А что у вас вот хранится в погребе? У нас в погребе хранятся ласты. Когда-то ездили на море. И Коля покупал ласты себе. И чтобы резина не пропала, хранит их в сырости. Томат, который закрывали. Варенья всякие. Соленья. Я уже, честно говоря, так и не узнаю, что это. Это у меня жареное варенье из черешни с мятой. Это прошлогоднее варенье. В прошлом году очень много нажарило варенья. Поэтому вот это из вишни жареное варенье. Это клубника. Вот я не помню, жареное или нет. Это тоже черешня. Надо, кстати, достать. Но чуть попозже, когда уже более прохладно будет, достану. Это варенье. Из шишек. Вот просто, видите, написано для компота. Это означает, что закрывали вот такой вот джем смородиновый. И вот жмых, который с джема не выбрасывали. Потому что он очень такой насыщенный. И переварили его и закатали. Теперь, когда будем варить компот, можно хорошо зимой использовать. Но вкус свежей смородины. Яблочное варенье. Малинка этого года. Огурчики в томате. Кабачки. Грибочки прошлого года. Виноград. Виноград. Такой закусочный прошлого года. Перчик с чесночком. Перчик в томате. Из прошлого года стоит. Помидоры. Огурцы. Вот эти в томате. Наливочка. Колина стоит. Коля делает наливку. Вино. Вот здесь вот вина. Это наливка на малине. Синее в томате с грибами. Тушенка домашняя. Делали. Еще в прошлом году как-то. Она у нас может много сделали. Вот, кстати, еще одна наливочка со смородины. Настойка. Это Колин рецепт. Он его делает. Ну и, конечно, огурцы. Помидоры. Эти, как их называют? Арбузы. Здесь вот огурцы. Это морковь лежит в пакетах. У нас погреб сырой. Поэтому она плохо хранится. Вот. До того момента. Куда-то, как бы так стать. Арбузы. Вино. Ну и, конечно же, картошка. Вот такой вот большой. Разных сортов. Это домашняя в ящике стоит. Это другого сорта. Вот отгорожена. Получается этим. Железом. А здесь вот насыпано. Ой, как бы так. Вот здесь вот. Вот так вот. Приблизительно. Вот так. Образно. Одного сорта. И вот дальше другого сорта. Оно визуально видно. А это просто вот совсем другого сорта. Так. Набираю. У нас сыро и прохладно. Набираю картошки. Вот такое ведерко. И идем готовить. Как я уже сказала, сегодня будем готовить картошку по-селянски. Для этого хорошо картошку помыла. Теперь разделяю ее напополам. И каждую половинку разделяю в зависимости от размера картошки на 3-4 части. Иногда получается 3, иногда 4. Ну и так проделываю со всей картошкой. Она должна быть вот приблизительно одного размера. Ну а там уже честно говоря, как получится. Каждый кусочек картошки обтерла бумажным полотенчиком, чтобы убрать лишнюю влагу и лишний крахмал. Теперь обмазываю все подсолнечным маслом. Перемешиваю. Приправу можно использовать картофелю. Ну а я решила сегодня приготовить ее с приправой азербайджанская. Насыпаю немного приправы. Соль, перец по вкусу. Хорошо перемешиваю. И выкладываю все на противень. Достала горбушу. Сейчас посмотрим, что получилось. Так, верхний слой. Она, ну, во-первых, пустила водичку. Вот так вот. Верхние слоя лежали не в водичке, поэтому их не будем. Достану нижний. Вот такой вот получился красивое филешка. На одной стороне с костью, на другой стороне филешка. Попробую кусочек. Получается соленовато-сладкий. Не совсем недосоленный вкус. Бывают, многие любят малосольную рыбу. Но это получается не соленая, как рапа. Знаете, бывает такое, от рыбы прям аж от соли аж зубы сводит. Нет. Получается вот такая вот красивая. Нарезаем кусочками. Сейчас будет готова картошка по-селянски. И будем завтракать. Субтитры делал DimaTorzok Только достали из духовки. Она еще даже вот хрустит от вот этого жара. Получилась, конечно, красивая, зажаристая. Идем завтракать. А нам дома не сидится. Никогда не были на этой речке. Именно в этом месте. И решили заехать посмотреть. А людей тут много. Купаются. Не купаются. Ножки ходят, мочат. В купальниках бегают. Наслаждаются последними денечками теплыми. Хотя они тоже последними. У нас еще оказывают две недели тепло. Не покупаешься, конечно, но порыбачить, посидеть, половить рыбу, отдохнуть, пожарить шашлыки. Везде тут пахнет. Ароматы. Можно. Хиленький мостик такой деревянный. Стоит рыбак. Рыбачит. Ой, даже без перил. Не знаю. Перешли на другую сторону. Ну да. Прямо по лестнице надо спускаться. Не люблю я так купаться, когда спускаются по лестнице. Так заходишь. Тут купаются. Летом. Надо так спускаться, чтобы по лестнице. А как раков ловят. А как раков ловят? Я вообще не представляю. В норы надо засовывать руку. А если там какое-то, я не знаю, чудовище морское. Ну так это ж страшно. В той норе раковой. Может быть же не только рак сидеть. А что? Жмея какая-нибудь. Или это не страшно? Какой-то такой мостик стрёмный. Мы обратно возвращаемся. Течение. А вот меня сбивает. Как бы здесь без перил мостик. И меня сбивает течение. Плывет в одну сторону, во вторую. И нужно ровно пройти. Ой, ну класс. Начинается золотая осень. Я вообще обожаю. Думала, что лето люблю. Нет. Люблю осень. Гляньте, что мы придумали. Постелили. Постелили тряпочку под кресло. И достали кресло из машины. И теперь можно по-царски. Ну, если кресло вдруг не взяли, то можно отлично отдохнуть и так. Полюбоваться природой, видами. Просто хорошо провести время и отдохнуть. На этом буду заканчивать. Своё видео. Всем желаю мира, добра. До встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok